Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford End Россия. Это еженедельный подкаст Piki Red и в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать все слухи и новости Manchester United за прошедшую неделю. Давайте начинать. И главной новостью сегодня, конечно же, стала новая ставка шейха Джасима о покупке Manchester United, которую он отправил не далее, как вчера утром. И ставка была, в общем-то, такая же, как и до этого по своей структуре, но говорят то, что шейх Джасим немножко добавил денег туда. И она была внеплановая. И почему все так получилось? Давайте разбираться. Дело в том, что после того, как был прошлый дедлайн, который прошел 28 апреля, где и Неос, и шейх Джасим подали свои финальные предложения, шейх Джасим и его лагерь как бы смотрели последние две с половиной недели за тем, как по сети расползаются слухи, дескать, что у них не лучшее предложение, что и Неос, и Сержем Редклифф предложили больше денег. И, естественно, вы понимаете, что люди с вот этой восточной ментальностью, они не совсем довольны, когда про них говорят что-то, что у них не лучше всех. Плюс к этому наверняка есть факт того, что прессу кормят различными историями, и вот шейх Джасим решил отправить финальное предложение, которое превышает по сумме то, которое он сделал до этого. Тем не менее, оно состоит как бы из тех же самых аспектов. Это полностью погасить долги клуба, которые сейчас составляют больше одного миллиарда фунтов, друзья. Это очень много. Это больше, чем когда глейзеры пришли. И это не то, чтобы там они еще долгов навешали, просто инфляция так работает, что мы вроде бы чуть-чуть гасили, но из-за вот этих вот колебаний валюты мы, к сожалению, не то, что уменьшили долг, мы его увеличили чуть ли не в два раза относительно того, когда глейзеры приходили. Поэтому шейх Джасим сказал то, что он погасит полностью весь долг клуба, и это то, например, что мне очень нравится, это то, что я хочу сделать, чтобы сделал любой владелец, кто бы не пришел. Это первое. Второе, то, что будет создан отдельный фонд, в который будет заниматься реконструкцией Олд Траффорд. Сейчас не идет речь о том, будет это новый стадион или это будет реновация Олд Траффорд. Скорее всего, пока что на данный момент слухи такие, что это будет реконструкция Олд Траффорд. Об этом можно долго рассуждать, что United нужен новый стадион, что United нужна реконструкция этого стадиона, и будет много разных мнений, но пока что мы говорим о том, что предложение шейха Джасима до сих пор включает создание отдельного фонда, который будет заниматься реконструкцией стадиона. Плюс, конечно же, это инвестиции в тренировочную базу, в Карингтон, в передовые методы тренировок, это поддержка тренера на трансферном рынке и так далее. В общем, такое же абсолютно предложение по своей структуре, как раньше, только чуть больше денег предложил шейх Джасим. И говорят, что это финальное предложение от Катара «Take it or leave it». То есть, либо принимайте, либо до свидания. И вот здесь хочется поговорить про глейзеров, потому что очень много уже было сказано про то, что они поедают клуб, но что я хочу сказать сегодня. Эти люди не способны даже организовать продажу клуба по-человечески и так, как им нужно. Я не знаю, сколько они денег еще хотят выкачать из Манчестера Юнайтед под конец, но весь этот процесс растянулся уже более чем на полгода. Причем все полгода мы с вами знаем, что есть два реальных кандидата, только два реальных кандидата, которые могут позволить себе купить Манчестер Юнайтед. Из-за того, какую стоимость хотят глейзеры. Они хотят порядка 6 миллиардов долларов или евро, или фунтов. Здесь это большая разница, на самом деле, когда вы говорите о валютах. Но давайте будем говорить. Порядка 6 миллиардов они хотят. Такую сумму, естественно, не предлагает ни Инеос, ни Шейх Джасим. Шейх Джасим полностью хочет выкупить клуб. Инеос хочет выкупить главный пакет акций, чтобы иметь возможность принимать решения. И говорят то, что у Инеос структура такая, что в течение следующих 3-4 лет глейзеров полностью из клуба Инеос уберет. Уверенности у меня в этом нет. И я не хочу, чтобы глейзеры оставались еще хоть какое-то время в клубе, потому что им пора уйти. Так вот, несмотря на то, что есть всего лишь два кандидата, и все мы знаем, и уже все процессы пройдены, глейзеры продолжают хранить молчание. Говорят, что они наняли вот эту обслуживающую организацию Ryan Group, которая в Америке находится, и которая отвечает за сбор предложений и так далее, для того, чтобы максимизировать количество тех, кто будет подавать свои ставки. То есть, они хотели, привлекая Ryan Group, организовать эдакий торг за Манчестер Юнайтед, как аукцион, чтобы люди торговались, поскольку это супербольшой клуб, люди будут торговаться. И таким образом они смогут, благодаря количеству участвующих, они смогут увеличить как бы вот этот вот фонд, который они хотят получить. Свой призовой фонд. Максимизировать свои деньги, короче говоря. Потому что они говорят то, что, опять же, это слухи, Sky Sports, Kavea Salvincoll об этом говорил сегодня с утра. Они посмотрели на модель Челси и на модель того, как продавался Челси в свое время. И решили симулировать этот же процесс с Юнайтед. Но не учли одну единственную вещь, которая, естественно, всем болельщикам, две даже вещи, которая у всех болельщиков лежит на поверхности. Первое. Манчестер Юнайтед – это не Челси. Это клуб в разы больше, чем Челси. Да простят меня болельщики синих, но это действительно так. Манчестер Юнайтед – это международный бренд. Это один из самых крупных, если не самый крупный клуб в мире вообще во всем. С огромной фан-базой. И, естественно, Челси не может идти в сравнение с Манчестер Юнайтед. Первый момент. Второй момент, который не учли Глейзеры – это то, что Челси стоит гораздо дешевле. Во-первых, потому что он меньше. Во-вторых, то, что продажа Челси была форсирована. Это не было какое-то добровольное желание Абрамовича. Его просто форсировали продать свой клуб. И поэтому он продавался по сниженной стоимости. Поскольку стоимость ниже, участвующих больше. Потому что пойдите, найдите людей, у которых есть 6 миллиардов, чтобы купить клуб без привлечения инвестиций. Говорят, что Шейх Джасим – это единственный практически человек, который обладает таким капиталом. Собственно, то, как Глейзеры подготовились к этому всему, показывает, насколько они провально руководят даже этим процессом. Не говоря уже про все футбольные вещи, потому что эта вещь чисто финансовая. Она чисто нацелена на то, чтобы максимизировать прибыль. Но недостаток анализа со стороны рынка футбольного снова привел их к провалу. И я уже, честно, мне без разницы, кто будет следующим владельцем клуба. Будет это Инеос, будет ли это Шейх Джасим и так далее. Я просто хочу, чтобы Глейзеры ушли. И кто бы ни был новым владельцем, на мой взгляд, будет гораздо лучше. И у нас будет повод для оптимизма. Потому что ниже этой планки упасть очень тяжело. И пока, друзья, вы пишите комментарии по теме предыдущей про Глейзеров или Шейха Джасима или Инеос, кто вам больше нравится и кого вам больше хочется, обязательно пишите в комментариях. Мы перейдем к футбольной составляющей. И есть хорошие новости относительно здоровья наших футболистов. Два ключевых футболиста, ну окей, полтора ключевых футболиста, Маркус Решфорд и Скотт Мактоминый, вернулись к тренировкам. Сегодня были запущены кадры с тренировки. Я думаю, то, что все вы видели это в приложении. И там присутствуют и Мактоминый, и Решфорд, которые занимались в общей группе с основной командой. И это говорит о том, что к выезду против Борнмута, против Вишенок, оба будут в какой-то степени готовы. Независимо от готовности Скотта Мактоминый, я думаю, что он, ну, во-первых, не до конца готов. Во-вторых, в любом случае, даже если бы он был до конца готов, я уверен, что он будет начинать встречу на скамейке запасных. И возвращение Мактоминый как нельзя кстати, потому что получил травмы Марс Эльзабицер. И об этом сейчас коротко поговорим. Маркус Решфорд вернулся. Я думаю, то, что Маркус Решфорд вернется тоже в заявку. Не в основу. Потому что в основе, я думаю, то, что будет дан шанс Алехандру Гарначе. После того, как он здорово совершенно вырвал, можно сказать, эти три очка. Потому что Юнайтед мог себе принести проблемы в предыдущем матче против Уверхэмптона. Но Алехандр Гарначе на 92-й минуте на замену выходит, забивает победный гол. И, в общем-то, Эрик Тенхак говорит после этого на своей послематчевой пресс-конференции о том, что следующий челлендж для Гарначе – это начать попадать в стартовый состав. И поскольку Маркус Решфорд не находится в своих лучших кондициях, а мы это прекрасно понимаем, я допускаю, что как раз-таки против Борнмута Гарначе может получить свой шанс. И это будет довольно здорово. Что касается остальных, больше вернувшихся нету. Не потеряли мы больше никого из-за травмы. Забицер является одним-единственным кандидатом. С Вараном все в порядке, хоть он ушел с поля в матче против Уверхэмптона и уступил место Харри Магуайра в концовке встречи. Тем не менее, Рафаэль Варан сегодня тренировался вместе с командой и все было в порядке. Я надеюсь, что так и останется. И то, что Рафа будет в стартовом составе в матче против Борнмута. Про Забицера давайте поговорим, потому что получил Марсель травму Мениска. И в его возрасте, учитывая то, что ему 29 лет, это достаточно весомая травма. Мениск очень травма неприятная. Все, что связано с коленями, очень травма неприятная. Поверьте моему личному опыту, вы никому не пожелаете ни травму связок крестообразных, ни менисков. Это то, что, по сути, потом очень редко уходит до конца. Это то, что вас будет беспокоить так или иначе, учитывая возраст Забицера, совершенно не вовремя в 29 лет получает такую травму. Мне кажется, что эта травма у него была еще в матче за Австрию. В том самом, пару месяцев назад, когда был перерыв на матче сборных, тогда Рангеник сказал то, что у Марселя какая-то травма и не играл тот в последнем матче за сборную. После этого он вернулся в Юнайтед, вроде бы заиграл, но вот она травма снова о себе напоминает. И в этой связи возникает вопрос, а подписывать ли нам Марселя Забицера на постоянной основе или нет. Про это я сделаю отдельный выпуск, потому что у Марселя Забицера есть довольно много плюсов, которые говорят за него. Но сегодня мы будем обсуждать только его минус, и минус это травма. Поскольку вы не хотите подписывать человека с травмой мениска, которая может быть вполне серьезной. Собственно, за последние два месяца вот уже второй раз, когда она повторяется. Это, естественно, говорит о том, что нагрузки у футболистов очень-очень высокие в этом сезоне, естественно, они все устали, но так или иначе платить деньги за футболиста, который, возможно, не будет играть даже половину матча в сезоне, это большой-большой вопрос, друзья. Пока мы не проанализировали все полностью, я лично считаю, что у Забицера есть хорошие шансы остаться в Манчестер Юнайт, потому что это очень универсальный футболист. Он может играть на любой из трех позиций в полузащите. Он может играть как второго форварда, в принципе. И он играет как Дони Ван де Бек в Аяксе, по сути. То есть он вторая десятка, которая может туда прибегать. Или даже первая десятка, которая может находиться в штрафной, отдавать голевые передачи, прекрасно бьет, у него очень много опыта. Плюсы Забицера можно перечислять бесконечно. Напишите, друзья, что вы думаете относительно Марселя Забицера, но он вылетел до конца сезона. И в этой связи возвращение Скотта Мактоминой как нельзя кстати. Чуть больше новостей об обоими команды, о тех, кого мы с вами давно уже не видели за основной состав. Это Фил Джонс и Аксель Туанзеби. Появились многочисленные сообщения о том, что оба покинут клуб по окончании сезона. У Фила Джонса заканчивается контракт. И, собственно, Фил за последние несколько лет, с того момента, как он в 2018, по-моему, году переподписал контракт. Это был 2018 или 2019 год? Я уже не помню, честно говоря. С момента своего переподписания Фил сыграл только 19 матчей. Это очень мало. И, ну, собственно, это игрок основного состава, по сути. Центральный защитник, который, тем не менее, заслуживает только теплых слов в свой адрес. Потому что, если вы знаете, какие проблемы, Фил Джонс не может даже передвигаться иногда. У него настолько большие проблемы с коленом. И, ну, вы представляете, вам 31 год всего, а вы уже фактически, ну, почти в инвалидном кресле. Это очень и очень страшная ситуация, которую никому не хочется желать. Да, сколько угодно можно говорить, что он на зарплате, все равно получает деньги и так далее и тому подобное. Но Филу Джонсу здоровье. И мне кажется, что он близок к завершению карьеры в 31 год очень мало. Учитывая тот талант, которым он обладал, когда мы его подписывали из Блэкберна, учитывая то, как он начинал играть за Манчестер Юнайт в 2012 году, казалось, что будущее у Фила весьма и весьма светлое. Потому что его называл Фергюсон новым Дунканом Эдвардсом. Это такое комплиментище, когда никого не называли Дунканом Эдвардсом. Понимаете? Потому что Дункан Эдвардс – это один из святейших в Манчестер Юнайтед. А Фила Джонса сэр Алекс называл так. И поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что Фил свой потенциал реализовать не смог. Травмы ему помешали. Как помешали травмы Акселя Туанзебе, который тоже покидает Манчестер Юнайтед. И по окончании сезона у него заканчивается контракт. Ни аренды его не помогли, травмы, конечно же, тоже не помогли. Аксель Туанзебе навсегда останется капитаном всех абсолютно возрастов в Манчестер Юнайтед, в Академии Манчестер Юнайтед. Он находился с 8 лет в структуре клуба. И в каждом возрасте он был капитаном, включая первую команду. Естественно, это было в 2020 году. По-моему, это было как раз в матче в Казахстане, когда Юнайтед играл против Астаны. И вот там Аксель Туанзебе вышел на поле. А, нет, там Лингард был. Там Лингард был с капитанской повязкой. А значит, Аксель был в Кубке Лиги. Капитаном у Акселя было все. У него была скорость, у него была техника. Он хорошо играл под давлением. Он практически съел Алексиса Санчеса в его лучшей форме во время своего дебюта за первую команду, когда Жозе Мауриню поставил его защитником на правый фланг. Он потрясающе играл против Мбаппе и Неймара вместе с Ван Бесакой в том матче против Париса Джермен в групповом этапе. Но, к сожалению, аренды Вастанвиллу, Наполи и Сток Сити не помогли. Поэтому Аксель Туанзебе покидает Манчестер Юнайтед. Будем смотреть, конечно, за его успехами. Очень жалко, что у Акселя не получилось. Всегда жалко, когда у своих воспитанников не получается. Но, к сожалению, таких большинство. Тех, кто прорывается в первую команду, как это сделал Решфорд, как это сделал Гарначо, их единицы. И поэтому они настолько ценные, они особенные, действительно. Акселю удачи, а мы с вами перейдем к следующей теме. Ну и заканчивая новости клуба на этой неделе, конечно же, мы знаем то, что женская команда проиграла в финале Кубка Челси. И, тем не менее, вы можете уже выбирать лучшего футболиста сезона не только в женской команде, но и в мужской команде. И, в общем-то, за все призы клуба голосовать в официальном приложении Манчестер Юнайтед. Можно выбирать лучшего игрока сезона. Поэтому голосуйте, друзья, в приложении Манчестер Юнайтед за лучшего игрока сезона, лучшего молодого футболиста сезона, лучшего янгстера, то есть команды до 18 лет, конечно, за лучшего футболиста женской команды. Если вы вдруг смотрите женский футбол, я, честно признаюсь, не смотрю женский футбол, но за Эллу Тун я обязательно проголосую, поскольку она, ну, безотносительно того, что я смотрю, ее имя на слуху, и это действительно очень-очень хороший игрок. Я проголосовал за Маркуса Решфорда, если вам интересно, по мне этот сезон для Маркуса стал именно тем, который позволит ему в дальнейшем выйти на новый уровень, то есть он вышел вот уже сейчас на новый уровень, теперь ему нужно будет эту планку держать, и тогда мы увидим, во что все-таки выльется Маркус Решфорд как футболист, потому что предыдущие сезоны были смазанными из-за травмы. Многие из вас могут поспорить, что игроком сезона может стать и Люк Шоу, и Казимира, я совершенно точно, и Лиссандро Мартинос, естественно, можно сколько угодно в этом соревноваться. При подведении итогов сезона, друзья, мы, конечно же, сделаем опрос, чтобы посмотреть, кого болельщики, наши подписчики считают лучшим футболистом сезона, лучшим подписанием сезона и так далее, далее, далее. Но мне кажется, для меня, вот лично для меня, я выбрал Маркуса Решфорда. Вы, друзья, голосуйте в приложении, ну и напишите в комментариях, кого вы считаете лучшим футболистом сезона, а мы будем переходить к следующему блоку. В следующем блоке это будет блок скаутинга, я думаю, что многим из вас интересно будет эта тема, и я чуть-чуть поскаутил тех людей, которые могут быть заменой Фрэнки де Йонгу. И вы, друзья, удивитесь, сколько футболистов я нашел благодаря платформе Инстат 265 футболистов в возрасте от 22 до 29 лет. Я думаю, что Юнайтед не будет подписывать кого-то слишком взрослого, потому что есть уже Казимира, есть Эриксон, опыта в этой команде хватает. Теперь нужна молодость и драйв, и при этом определенные скиллы, например, нам нужно обязательно подписать человека, который может опускаться в тройку защитников, который может получать от центральных защитников мяч и при этом распределять его дальше. Мы знаем то, что Юнайтед сейчас использует тактику, когда один из тройки центральных полузащитников, в последнем матче было видно, что это происходит попеременно, то есть то Эриксон оказывается там, то Бруно Фернандо, что Казимира, и все они выполняют чуть-чуть разную роль. Но вот что вы хотите от Манчестер Юнайтед, так это полузащитника, который будет способен принимать мяч спокойно под давлением, и помимо того, что он будет просто отдавать передачи, например, в одно касание на фланге, как это делает Казимира, это будет человек, который будет способен этот мяч тащить вперед. И вот таких кандидатов, друзья, на самом деле немного, особенно если этот лист дальше обрабатывать, и я обязательно это сделаю, и сделаю отдельное видео, конечно же, против Фрэнки де Йонга, я сравню там всех, в том числе и по скиллам, и по статистике, так что включите колокольчики, если вы не хотите вдруг это выпускать. Но я назову вам несколько имен, которые, возможно, вас заинтересуют. Учитывая то, что Тенхак довольно ратует, так скажем, за людей, которые играют в R-дивизии, поскольку он их сам видел, он их сам знает, и пока складывается ощущение, что, по крайней мере, в первое трансферное окно Тенхак не сильно доверял скаутинговому отделу Манчестер Юнайтед. Я допускаю, что, возможно, во второе трансферное окно, особенно если будет вот эта вся история с Fairplay, Тенхак снова предпочтет свои контакты и снова предпочтет, ну, как бы, своих футболистов. Кто же это может быть? Естественно, кандидат номер один – это Фрэнки де Йонг, но по тем или иным причинам, учитывая то, что Бускет сейчас уходит из Барселоны, учитывая то, что у них уходит Жорди Кройф, уходит из Барселоны, можете себе представить, спортивный директор. Один из них уже, там, человек, который работал в спортивной составляющей, он уже уходит в Астон-Виллу, сейчас Жорди Кройф уходит из Барселоны, и при этом они хотят Месси назад привезти. Что там происходит в Барселоне, друзья? Если есть болельщики Барселоны, напишите, пожалуйста, в комментариях, что там происходит. Потому что там просто был Бартомео, который потерял Лионеля Месси, и после, ну, заключил кучу каких-то контрактов непонятных и ушел. Лапорто пришел, вроде бы, такой фаворит, совсем разбираться, но и он, мне кажется, очень сильно сейчас на беда курит в Барселоне. Ну, так вот, поскольку Фрэнки де Йонг заполучить будет довольно тяжело, и я это признаю, это не значит, что получить его будет невозможно. Есть такие люди, с которыми нас уже связывали, так или иначе. Это, конечно же, Софьян Амрабат из Фиорентины и Аркун Кокчу из команды Фиенорда. Амрабатом многие интересовались после его перформанса на чемпионате мира за Марокко, и, безусловно, Амрабат может быть в том числе усилением для Манчестер Юнайтед. Кокчу – это тоже очень хороший футболист, плюс из Фиенорда, которого знает Тенхак лично. Единственное, что не стоит опускать, это, конечно же, Аякс и Эдсона Альвареса. Это один из тех людей, который прекрасно действовал в паре с Лиссандром Мартинесом. Поэтому его я тоже, как бы, исключать не берусь. Правда, подозреваю, что Эдвин Вандерсар и Аякс уже не очень охотно будут идти на то, чтобы сотрудничать с Эриком Тенхагом. Но, в конце концов, сколько можно из своего бывшего гнезда птенцов перетаскивать? Как бы одного-двух еще вполне себе ничего, но это же ослабляет Аякс. Впрочем, если использовать эти связи с Аяксом и удастся Альвареса заполучить, просто Альварес – это не ответ на все вопросы в долгосрочной перспективе. Это 29-летний футболист, который будет решением здесь и сейчас. Он может быть и заменой Казимира. К слову, это не обязательно замена Фрэнки де Йонгу. Но просто я к тому, что про Эдсона Альвареса тоже стоит подумать. Помимо этого, в PSV есть интересный футболист, как Джонни Ферман, 24-летний голландец. Ну и, конечно, Тиджиани Рейндерс из Азет Алкмар. Вот эти два человека, их, я думаю, мы будем разбирать подробнее. Я посмотрел на игру Энце Лефе, потому что вы меня просили. И, честно говоря, пока не смог сделать какого-то окончательного вывода, потому что я посмотрел только пару матчей его. Мне нужно посмотреть больше его игр для того, чтобы понять, что это за футболист. По первому впечатлению, футболист неплохой, но я не вижу его как замену Фрэнке де Йонгу. Друзья, вот что сегодня было в рубрике «Скаутинг». Поставьте лайк, если вам нравится эта рубрика, и напишите в комментариях, что бы хотели в этой рубрике еще видеть на еженедельной основе, поскольку лето близится. А мы же с вами перейдем к последней теме, она же первая в нашем списке. Это, конечно, полуфиналы Лиги Чемпионов. Во-первых, друзья, огромное спасибо всем, кто смотрит и дает обратную связь. Я до конца сезона дал себе время попрактиковаться и посмотреть, как это будет заходить вам, насколько у меня, в принципе, получается, насколько мне нужно подтягивать свои знания в тех или иных сферах. И пока что это выглядит как хороший проект для практики. Возможно, в следующем сезоне, если все хорошо будет складываться, и вам понравится, и мы сможем с вами прийти к какому-то консенсусу, я буду комментировать все матчи Манчестер Юнайтед и сделаю это какой-нибудь подпиской на Бусти, которую вы сможете оформить. Она точно не будет дорогой, но это будет и поддержка канала, и заодно доступ к матчам, которые у вас будет. Друзья, у тех, у кого недоступен Бусти, к сожалению, пока показывает полуфиналы Матч ТВ, я не могу стримить их в Телеграме. Я обязательно попробую какой-нибудь из матчей Манчестер Юнайтед для того, чтобы у нас было сравнение, было понимание, как в Телеграме работают трансляции и так далее. Пока что люди пишут, что в Телеграме трансляции очень сильно тормозят. И я не хочу какой-то некачественный продукт выкатывать, поэтому Бусти пока выглядит единственной платформой, которую я могу использовать для комментирования матчей. Ну, бог с ним со мной, с этими комментариями. Интер вышел в свой первый полуфинал впервые за 13 лет. Вышел в великолепном стиле. Обыграв Милан абсолютно по всем статьям в обоих матчах, Симона Инзаги ведет свою команду к тому самому заветному трофею. И мне кажется, что независимо от того, что говорят, что победитель Лиги Чемпионов находится в паре Сити и Реала, Интер совершенно точно не будет простым каким-то соперником ни для Ман-Сити, ни для Мадридского Реала. Потому что Интер команда очень организованная. Итальянские тренеры могут организовать и выиграть любой матч. Они могут отлично играть от обороны. И та тактика, которую использовал Инзаги для того, чтобы нивелировать абсолютно Милан, она, честно говоря, заставляет с положительным уважением прям относиться к итальянскому специалисту, поскольку он использовал трех центральных полузащитников в паре с вингбеками и тремя центральными защитниками. То есть у него фактически был юнит на каждом участке поля. У него была четкая линия полузащиты. Края этой линии полузащиты был Мхитарян и, собственно, Борелла. Довольно моторные два футболиста, которые могут помогать Челхануглу в центре и которые могут образовывать треугольники на флангах. И таким образом у Милана не получалось создавать численное преимущество на флангах. Стефано Пьоли чего только не пытался делать. Он пытался Браима Диаса отодвигать на правый фланг, но там все равно было 3 в 2. Он пытался Калабрию туда подключать, Калулу в первом матче и так далее. Но ничего не получалось. У Интера фактически было преимущество на любом участке поля. Было всегда 3 в 2 или даже 3 в 1. Когда Рафаэль Лиао вчера играл на фланге, у него был один единственный момент за матч, потому что его накрывали втроем постоянно. И у него не было никакой абсолютно возможности ни идти в дриблинг, ни делать какие-то быстрые стеночки с партнерами. Единственный его вариант это был пасовать назад, потому что Интер здорово выдавливал людей из этих зон. Поэтому Интер совершенно точно не будет легким соперником для кого бы то ни было в финале. А кто сегодня выйдет в финал в первой паре или во второй паре? Мадридский Реал или Манчестер Сити? Это будет, пожалуй, самая интересная встреча в этом сезоне. Потому что первая встреча сложилась, я считаю, что в пользу Мадридского Реала. И немножко не повезло мадридцам, что они пропустили тот самый гол от Кевина Дебрюйна. И я думаю, что Сити был недоволен тем матчем. И Гвардиола захочет что-то поменять. Он сказал, что я не буду мудрить в полуфинале и не волнуйтесь. Все будет хорошо и предельно просто для футболистов. И вот если сможет Гвардиола сделать предельно просто так, чтобы это не раскусил мадридский Реал, Сити будет в финале. Но Карл Анчелотти – это очень опытный менеджер, который прекрасно знает, как выходить в финал Лиги Чемпионов. Даже в прошлом году, когда, казалось бы, Реал уже был похоронен, они вернулись. И как барон Мюнхгаузен приподняли себя за волосы вместе с конем и перенесли на сухое место, то бишь в финал Лиги Чемпионов. Очень интересный матч, его можно будет посмотреть на Бусти тоже. Ссылки будут все в Телеграме, поэтому, друзья, подписывайтесь тактически. Этот матч, я уверен, что будет просто очень-очень вкусный. Я постараюсь для вас это все дело раскрыть. На этом все, пожалуй, друзья. Такой получился насыщенный подкаст. Поставьте лайк, подпишитесь, если вы новенький. Поделитесь ссылкой с друзьями, чтобы нас нравилось еще больше и больше. Смотрите наши предыдущие выпуски по ссылке вот там, вот там, вот в подсказочках. И, конечно же, приходите на матч, собственно, с Бордмутом. Я не знаю, пока буду я его комментировать или нет, но стрим после матча 100% будет. И, в общем-то, там мы с вами и пообщаемся, разберем тактику и как обычно. У меня же на этом все, друзья. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok